Ну что, так закончилось наше путешествие в Константиновое море. Мы с Егором вечером вчера сели на поезд и сегодня утром прибыли в город Хабаровск. Сейчас собираемся и будем уже выходить для того, чтобы пойти непосредственно в Хабаровск. Через час и половину, я не могу. А, да, кстати, через час и половину Егор Рушков, но он никак не успеет, потому что долететь будет тяжело. Хотя самолет прилетает именно в это же время, в которое вылетает, так как разница между нами 7 часов. Но сейчас рейса нет, а он у нас будет завтра. Ну, сегодня еще погуляем в Хабаровск и покажем вам этот красивый город. Мы едем сейчас в машине в гостиницу, но самое интересное то, что если сейчас у нас здесь утро раннее, то вы, товарищи мои любимые, жители нашей центральной части и столицы, сейчас ложитесь спать. Так что у нас есть форум 7 часов. Вот так вот. Доброе утро. Ну, или это добрый день. Сейчас на часах 12. Мы с Егором сегодня фактически не спали в пользу. Поэтому, как всегда, коматозное состояние привело нас к тому, что в гостинице мы проспали до 12. Вот. Комит гостиницы. Сегодня прекрасный день в Хабаровске. Солнечно чувствуется еще пока остатки тепла. Вон, сзади меня солнышко. Поэтому можно даже идти без шапки. Вот. Погода прекрасная. Остановились мы на Комсомольской площади. Видите, вот прекрасный храм. Там, это набережная фактически города Хабаровска. С этим местом связано очень много интересного из моей прошлой жизни. Это уже, конечно, взрослая жизнь. Хотя, я вспомнил интересный момент, когда я учился в школе. Мы, я уже говорил, что школа носит имя Евгения Дикопольцева. А Евгений Дикопольцев являлся Героем Советского Союза. Служил в 181-й мотострелковой дивизии, которая сейчас расквартирована в городе Бекин. Была, по крайней мере. Вот мы выходим, кстати, на набережную. Прекрасные виды Амура, набережной. Сейчас покажу. Так вот, и когда мы ездили в Бекин и занимались историко-культурной деятельностью, то мы где-то останавливались вот тут на уровне внизу, где-то недалеко отсюда. Поэтому мне тоже здесь было это все интересно. И мы, я помню, маленькие, в каких-то деревянных бараках ночевали. Но это было очень интересно. А в Бекин мы ездили на электричке из Хабаровска. Причем самое интересное, что из Комсомольска мы приезжали на поезде. Здесь мы были пару дней на каких-то турслетах. И потом мы ехали на электричке в Бекин, причем электричка была безумно долгая, длительная. И потом мы вшли уже в расположение дивизии. Нас транспортировали прямо в казармах. Мы кушали в солдатских столовых. То есть это было такое очень интересное патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание, связанное с героями нашими. Ну вот, мы прошли фактически по набережной, самый красивый. Там впереди им турист, филармония, Кровеческий музей. Мы сегодня обязательно сходим туда с Егором. А сейчас иду на встречу со своими друзьями. И тоже будет одно очень интересное знаковое место. Впереди меня собор, видите, классный. Так, сейчас надо кладить, чтобы не задаем никто. Вот. Я помню, я уезжал из Хабаровска. За несколько дней до моего отъезда, за несколько месяцев, мы здесь были на пасхальной службе. Тогда я, честно говоря, еще так не относился к христианству, чтобы принимать активные части. Но зачастую, когда мы бывали в Хабаровске, заходили в церковь. Продолжим. Когда мы заходили, когда мы приезжали в Хабаровск, вот здесь какая-то новая стела установлена, сейчас посмотрим. Вот вам я покажу. Когда мы приезжали в Хабаровск, мы заходили в этот храм. Вот. Среди меня знаковое место. Это дом на весь последний этаж. Его занимало. Раз, два, три. Храм. Храм. Весь пятый этаж занимала компания «Ебка». И там был генеральным директором Вашичин. Сейчас пытаюсь помнить имя. Геннадий Егорович. Вот. Это был человек, который, по сути, поддержал нас в стремлении стать большими. И именно он, занимаясь производством, сначала экспортом, а потом производством техники «Голдстар», помог нам выйти на очень серьезные объемы продаж. Вот мы сюда идем. Впереди нас ждет экскурсия по Карла Маркса, по самой ее знаменательной исторической части. А пока просто будет встреча с нашими близкими друзьями. Мы продолжаем наши экскурсии по городу Хабаровску. У меня сейчас школа. Да, у Егора сейчас в этот момент в Москве началась школа. Посмотрите, вот там красивый вид, храм. А сейчас мы идем по старинным улочкам. И вот вы видите удивительные дома, сохранившиеся с прошлых веков. Это дома, которые раньше был такой деревянный Хабаровск. Вот уникальные, сохранившиеся постройки, совсем недалеко от Комсомольской площади, здесь вот в районе интуриста. Мы идем сейчас в музеи. Гуляем. Если вы обратили внимание, изменилась погода, обещали снег. И, возможно, скоро вы увидите репортаж из заснеженного Хабаровска. А пока мы идем и наслаждаемся этой теплой погодой, примерно плюс один. Удивительная вещь, вы видите, еще травка, зеленая травка, зеленый Хабаровск. И впереди нас ждут музеи. Мы пытались пойти в музей вооруженных сил, но нам не повезло, потому что, сказали, понедельник вам не работает. Мы подошли к Краевическому музею. Видите, здесь очень интересная мемориальная доска писателя и исследователя Дальнего Востока Арсеньева. Вот, пойдем дальше, посмотрим, что еще есть интересное. Да, а вот еще какой-то интересный раритет каменная черепаха. Это, наверное... Это империя Джурджини, да? Современный. Да. Видите, какая... Прекрасно. Сегодня явно не музейный день, поэтому нам не удалось побывать в Краевическом музее. Я хотел показать Егору скелет огромного морского чудовища. Но так или иначе... Какое морское чудовище? Да, там есть морское чудовище. Так или иначе мы могли позвать пушки. Здесь маленькая выставка пушек в районе Краевического музея. Вот они расположены. Егор тут наслаждается как раз движением по пушкам. Ура! Вот он находится впереди нас. Сейчас вы видите наше направление движения. Мы идем туда. А пока я хочу просто рассказать, что Хабаровск оставляет совсем другое состояние и отношение. Вернувшись из Комсомонска, ты чувствуешь, что совсем по-другому здесь ритм города. Очень хорошо. Кстати, вот интересный экспонат выставлен на улице. Трактор. Морское чудовище! Трактор. Ну вот. Морское чудовище! Где? Вон! Что? Он все-таки нашел морское чудовище, которое мы с ним хотели посмотреть. Вот оно. Где он на дно? Да. Это реконструкция скелета? Или это настоящий скелет? Нет. Скелет. Киташи. Скелет кита финвала. А здесь что написано? Это реставрация музея. А здесь что написано? Это финвал. Что это за кит? Вот. 27 метров. И вот, смотрите, какой он огромный. Нет, он все-таки 7 метров не побольше. Может быть, он побольше? Вот специально выставлен. Раньше, когда я был маленький, этот скелет, ну, скорее всего, он уже отреставрирован, этот скелет экспонировался на улице. И он был прямо в районе хода. Так, интересно. Смотри, это что такое? Это бивень мамонта, я думаю. А-а-а! Хе-хе-хе! Так что вот микроскопическую экскурсию мы все же с Егором получили. Это фиолетовый фонарик! А, в краеведическом здесь. Итак, мы идем... Итак, мы идем к памятнику графу Муравьеву Амурскому. С этого места открывается прекрасная панорама на течение реки Амур. Сейчас подойдем к нам, чтобы не было деревьев. Вот Егор заметил, результат идет. А это памятник графу Николаю Николаевичу Муравьеву Амурскому, который сыграл большую роль в возвращении Амура от Китая. И вообще создание Хабаровска, впрочем, будучи генерал-губернатором Сибири, тоже сделал много всего интересного. А это очень интересное знаковое место на набережной Хабаровска. Это расположено кафе и очень интересная смотровая площадка. Ну что, вот пойдемте посмотрим, что тут будет происходить сейчас, как отсюда открывается вид на Амур. И, возможно, нам удастся увидеть мосты. Посмотрим. И мы с другой стороны видим берег китайский. О, горит, горит. Ну что, вот панорама. Города. Амура. И горит трава на острове. Видишь, как Амур стал маленький. И очень интересно посмотреть сейчас движение воды. Сейчас мы... Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, мы продолжаем ходить по Хабарску И искать всю эту местную интересную, аутентичную культуру Видите, вот там на той стороне есть зеленая палатка Мы вам не стали показывать, но там продают пенсе Это такие корейские паровые пельмени с капустой, с мясом Очень вкусно В моей молодости это было очень популярно, поэтому мы скушали пельмени А теперь мы идем в местную бургерную, которая называется хлеб и мясо Посмотрим, что за бургеры здесь у нас подают Пойдемте О, класс Егор уже здесь стоит Привет Здравствуйте Вы улыбнитесь Вас снимается в этой камере Видите, как классно здесь Ну что, мы Мы пока остановимся, поедим, а потом вам расскажем, что тут было Пришел наш друг Ну что, мы заказали еду и теперь ждем Егор заказал просто чизбургеры, а я попробую, что за бургеры делают в Хабаровске Ну что, было все вкусно, очень достойные бургеры Поэтому продолжаем дальше путешествие по Хабаровску Идем погуляем по самой красивой исторической части города Будем рассказывать по ходу все, что видим Вот, друзья, площадка позапрошлого века, которая была восстановлена в ходе раскопов Когда делали реконструкцию Я начала трофиолетный фонарик, я не пытаюсь вникать Гастронома, расположенного на улице Карла Маркса Вот сейчас мы, к этому гастроному подойдем Когда здесь есть историческое место Когда-то это был большой-большой продуктовый магазин Вот сегодня это гастроном Сейчас мы будем подниму посмотреть чуть-чуть получше вид Вот Уже калуква на улице Это Коваровский дом пионеров Зубцитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»